Салем Казахстан! Сегодня у нас очередная новость, и мы об этом поговорим. Вчера многие из юристов обратили внимание, что в проекте новой конституции, связанной в связи с перераспределением полномочий между президентом, парламентом и правительством, вкралась одна маленькая деталь. Ну, грубо говоря, из 40 изменений, 39 касаются изменений перераспределения полномочий, а одна единственная, между прочим, о ней власть ничего не говорит, президент о ней не заикнулся в своем обращении, никто из министров не комментирует, но речь касается, наверное, самой грандиозной аферы, которая была в истории Казахстана, когда вот так нагло, технично, на высшем уровне происходит мошенничество 80-го уровня. То есть речь идет о том, что под большой шухер, под большой шум о перераспределении полномочий, речь идет о скрытом отмене, игнорировании, моратории, которые сама власть вела под давлением земельных митингов. И вот получается, в 26-ю статью, статья пункт 1, вносит изменения и убираются слова граждане Казахстана относительно владения имуществом в Казахстане, в том числе землей. То есть речь идет о том, что каждый, как это и сформулировано в новом проекте изменений в Конституцию Назарбаева, предлагается ввести, что по сути по земле может владеть не только граждане Казахстана, но и каждый человек на земле, независимо от гражданства, независимо от национальности, от рас и так далее. Главное, что от гражданства. Слово гражданин убрали. И, конечно, самый главный здесь пункт заключается в том, что власть обманула. Она могла бы, честно сказать, вот, ребята, есть много несогласных, но вот мы хотим вот такой вариант предложить, вот этот вариант сделать и так далее. Давайте все-таки поставим на голосование, пусть народ как хочет, так и решит на референдуме. Но власть пошла по-другому. Власть пошла по пути обмана, мошенничества, обманывая народ, запудривая мозги болтовней большой по перераспределению полномочий между президентом и парламентом под прикрытием таких людей, как Мухтар Тажин, которые говорят, да, демократизация объявлена Назарбаевым. Хотя в самой перераспределении ничего речи никакой не идет о демократизации страны, о либерализации политического поля, речи о каких-то мелких вещах. Вот, допустим, я просто пример приведу. Если какую-то вещь, значит, президент делал, допустим, с премьер-министром, теперь добавляется такое слово, что, значит, еще дополнительно согласовывается с Можилисом. А так как Можилис у нас и правительство Нуратановское, и Назарбаевское, то в этом отношении, что будет два слуги или один слуга, разницы никакой не имеет. Я сам подумал, ну, зачем, в принципе, городить огород? Я думал, из такой чепухи вносить изменения в Конституцию, бла-бла-бла, шуметь, высказывать, значит, идею, может быть, грандиозного политических реформ подменять. Идет имитация. Я думал, эта имитация идет для того, чтобы элементарно обмануть Запад, обмануть, не знаю, ожидания многих международных организаций за рубежом, Европы, США, что на самом деле Назарбаев идет по пути демократизации. Но, вчитываясь в текст самих изменений, я ничего серьезного там не обнаружил. И только лишь при осознании вот этого 26-й статьи начинаешь понимать, что весь этот сыр-бор с имитацией, это не просто имитация, вот эта вся шлуха чепуховая на мелочах, на каких-то незначительных, малозначительных, второстепенных вещах, она выгинывается, а не стоит. Если не понимать, что все это сделано для 26-й статьи, для легализации продажи земли иностранцам, по которой Назарбаев не может решить честно через элементарное разъяснение народу и диалог и дебаты с оппозицией в прямом эфире на КТК, на Хабаре, в Казахстане и Евразии, в других телеканалах, он это не может сделать, он это делает через пургу большой, просто большого тумана, связанных с мелочами, второстепенными, связанными с попередением полномочий. Вот как назовете тогда президента? Президент, по большому счету, это мошенник. Один из крупнейших мошенников, который сейчас хочет одним махом обмануть 17 миллионов человек. Вот просто, наверное, более грандиозный афер, наверное, земной шар еще не видел. И вот так делать, наверное, уже встала привычка Назарбаева. Мы многие аферы еще не понимаем, сколько они совершены, когда будут скрыты архивы при новой власти, мы это все увидим и так далее. Его ждет суд, и многие вскроются даже после суда еще и так далее. Или многие вещи, которые мы сегодня знаем про регистрацию, вот эту невежественную, сегодня мы услышали новость о том, что теперь во всех школах, через учителей, со всех учеников собираются сведения по мобильным телефонам и их e-mail'ам для того, чтобы провести еще подспудно другую регистрацию, неофициальную, через школу, через учителей, регистрацию мобильных телефонов. Для того, чтобы люди не могли выходить в интернет, на фейсбук, под фейками и так далее, чтобы не могли откровенно говорить свои мысли и так далее. Это тоже все делается для фейсбука. И в принципе, дактилоскопия, та же самая запрета на выезды и так далее, все у нас превращается действительно в полицейское государство, которое не контролируется народом. Суд никак не зависит от народа, а полностью подчиняется глупым приказам Назарбаева. И вот эти глупые приказы сводятся к тому, что вот сажать нефтяников, сажать людей за митинги и так далее. Все это мы видим разрастание полицейского государства, при том, что власть никаким образом не зависит от народа. В этих условиях китаизация сегодня становится реальностью. Но и вы видите сами, что, допустим, тот же самый Синоил, который кормится на казахской нефти, на казахском НПЗ, на казахском бензине, его же продают казахам, казахстанцам. И это большего абсурда в экономической политике стран мира, наверное, не наблюдается, чтобы страна, у которой, по сути, не завозит в Казахстан нефть, она же умудрилась приобрести к своим рукам, благодаря продажному, коррумпированному президенту и Карему Масимову, который сейчас был премьер-министром, сейчас стал возглавлять спецслужбы Казахстана, благодаря им он сейчас владеет половиной нефтяной отрасли, газовой отрасли, половиной трубопроводов и так далее, и так далее, и так далее. Стратегическими отраслями один за другим завоевываются. Сейчас вот в Кентау стратегический завод, завод они скупили и так далее. Во всех этих условиях легализация земли через Конституцию это самый короткий путь и в то же время самый мошеннический, потому что все предлагается подспудно, скрытно, без объяснений, под прикрывающий шум пиар-акций, связанных с перераспределением полномочий. Поэтому сейчас мы все должны поднимать шум, кричать, говорить об этом открыто, обращаться, делать видеообращения. Я вот здесь вижу, Адхажа Фазыл видит прямой эфир. Я считаю, что все наши политики, все наши оппозиционеры должны смелее выходить на видео, на прямые эфиры. Это эффективно, это действенно. Поэтому если все мы дружно, 20, 50, 100 человек будем выходить в прямые эфиры и объяснять людям, политическое просвещение будем производить, экономическое просвещение, разъяснять на пальцах те или иные моменты закона, за которыми стоит вранье, обман, ложь, мошенничество, то тем самым мы быстрее сможем организовать народ на сопротивление, на новую мошенническую схему Назарбаева. Я думаю, все в наших руках. В принципе, даже вот эти наши действия, которые не связаны с... То Любек Махажанов тоже, вот смотрите, тоже выходит в эфир. Вам тоже надо выходить в эфир. И если мы все вместе будем сейчас работать активно, используя все возможности Фейсбука, интернета, видео и так далее, мы сможем остановить Назарбаева и его новую мошенническую схему. Конечно, Назарбаев... У Назарбаева есть излюбленная манера. И мы должны понимать, я вот сейчас, наверное, тоже об этом хочу сказать, почему я, допустим, в течение этих четырех лет и до этого всегда за малейшим маленьким скандалом, который касается вроде бы района, маленького города и так далее, все время ставил вопрос об ответственности президента Назарбаева. И люди не понимали, ну и вещь касается же вроде бы маленького Акима, это же ответственность там какого-то директора и так далее, или ИНПФ и так далее. На самом деле, за всем этим нужно видеть систему, о которой выставил сам Назарбаев, из-за которой несет прямую и политическую, и административную, и уголовную ответственность. И, наверное, вот эта политика тоже, наверное, дала свои плоды, потому что мы на сегодняшний день, я многих убедил, что на самом деле за всем этим должен стоять Назарбаев и его ответственность. Раз он построил монархическую систему власти, где все зависит исключительно от него, и ни одна шавка в Акиматах ничего не может сделать, какие-то изменения, положение приказа изменить, которые касаются стратегических вопросов, особенно безопасности, которые сводятся к преследованию оппозиционно мыслящих людей, то, наверное, это правильный путь. И просто элементарно в этом основании надо дальше двигаться, работать, общаться с народом. И чаще выходить в эфир, на видео, народ это распространяет в WhatsApp, в ВКонтакте, в Инстаграме и так далее. Сейчас выходит прямой эфир в Инстаграме, я сейчас буду вторгаться в Инстаграм, буду вторгаться в ВКонтакт и так далее. Буду пытаться донести свою точку зрения там. И я думаю, что если мы все вместе присоединиемся вот к такой тактике, то мы достигнем очень больших результатов. Теперь по поводу офлайна, по поводу встреч в Реале. Так как мы сейчас не можем подступиться к большим митингам сейчас, мы сейчас должны начать вопрос о том, чтобы собираться на квартирах, в кафе, в офисах, у знакомых и так далее. Сегодня мы должны зазывать в своих городах, в Караганде, в Джесказгане, в Атарау, в Жанатасе, в Аркалыке и так далее. Неважно в каком городе, мы должны сейчас научиться находить знакомых в своем городе. Мы должны с ними встречаться, мы должны работать друг с другом, общаться. И Фатима Джандосова правильную вещь говорит, в нас засел такой страх, что мы даже боимся друг с другом общаться, мы боимся везде прослушек во всех наших квартирах и так далее. Я рад, что Панахмедяров присоединился к нам. Я думаю, что всем нам нужно выходить в прямой эфир на видео, всем встречаться в офлайне, в кафе, в ресторанах, на улице, в парках и так далее. И то, что Бахчан Тарегожина делала по поводу пати в парке Махатмаганди, я думаю, это отличная идея, когда власть понимает, что посадить не за что, а на ее глазах происходит фактически собрание людей и они происходят очень часто. Я думаю, что под этим соусом, под беляшами можно, в принципе, проводить каждую неделю собрание, каждую две недели собрание, не важно, все зависит от того, какая ситуация в каждом городе. И тем самым формировать, действительно, собирать старую, новую команду единомышленников, сторонников и разговаривать в закрытых помещениях, где не требуется разрешение на митинг. И вот в этих условиях, с использованием интернета, видео и прямых эфиров и встреч на квартирах, в кафе, мы сможем вот таким катамараном быстро создать большую поличистскую силу, которая может не иметь политической регистрации, но может иметь действительно политическую мощь, способную остановить любой мошеннический проект Назарбаева, в том числе и связанный с 26-й статьей по земельному вопросу. Так что все в наших руках, я считаю, что победа будет за нами, давайте Алга Хазахтар. Все, Киев с вами, я нахожусь на прямой связи и нахожусь все время на вытянутой руке от вас. Счастливо, ребята!